Перевал Дятлова Правда и ложа Под заголовок серии Важное письмо 1985 год Перестройка, гласность, Неспровержение кумиров Дятловедение еще пребывает В Свердловском подполье Спроси любого жителя страны Советов Кто такие дятловцы И тот недоуменно пожмет плечами 29 сентября 1985 года Житель Перми Эмиль Бачурин, горный инженер-технолог Старший научный сотрудник Всесоюзного НИИ охраны Окружающей природной среды Угольной промышленности Пишет письмо Одновременно в редакцию газеты Труд И в комиссию по аномальным явлениям Связь которой с миром поддерживается Через абонентский ящик Номер 764 На московском главпочтамте Обстоятельное на 15 страницах Письмо Бачурина Реакция на статью в газете Труд От 30.01.85 Повествующую о наблюдении НЛО Пилотами рейса Тбилиси-Минека Бачурин и сам был на Урале Свидетелем многих необъяснимых явлений Например, странных диаметром в десятки метров кругов Ну и как не вспомни тут загадочный огромный треугольник На склоне близком к Атартену Но вы понимаете, что ради описания загадочных кругов Я бы не затевал эту передачу вокруг письма Бачурина А Бачурин в письме своем сообщает следующее Я буду читать и комментировать В 1958-59 и 1961-1963 годах Я работал в северной полярно-уральской И гидрогеологической экспедициях Уральского территориального округа Зимой, в конце февраля-начале марта 1959 года С вертолета, летевшего спецрейсом В одну из партий северной экспедиции На восточном склоне горы Атартен У границы Свердловской области И ханты Мансийского национального округа Были обнаружены трупы Нескольких человек Покинутые палатки Пилота особенно насторожило то, что Ни один из замерзших не воспользовался лыжами Итак, Бачурин сообщает, что Со спецрейсового вертолета Были обнаружены палатки Во множественном числе И трупы Как это отличается от обстоятельств Обнаружения одной единственной палатки Дятловцев наземной поисковой группой С Лобцова 26 февраля На склоне высоты 1079 А не Атартена Смею предположить, что вертолет Пролетал над Атартеном В промежутке между 3 и 6 февраля И не просто так А был послан теми Кому Отправленный северного 2 Юдин Сообщил о необходимости Эвакуации дятловцев Дятловцев победоносных С результатом выполнения Нетуристической цели похода С тем, что должно было перевернуть Весь мир Но дятловцев там На склоне Атартена Уже не было Были погибшие участники Второй группы Их-то эвакуаторы И приняли за дятловцев Поскольку рассчитывали Забрать именно дятловцев Не буду, впрочем, пересказывать Содержимое серии Эвакуация Моего цикла Просто напоминаю Вторая группа Две палатки Гора Атартен Время обнаружения Начало февраля Дятловцы Одна палатка Гора Высота 1079 Время обнаружения 26 февраля Дятловеды Не разделяют Эти два события Смешивают их в кучу И выдумывают Сказки о перемещении Трупов и палатки Однако Это совмещение Событий Произошло Еще в 59 году Частично На уровне документов А частично На уровне Народной молвы Потому что Погибшими Дятловцами Поисковики Сначала считали Вторую группу А потом Настоящих дятловцев Но давайте дальше Почитаем письмо Эмиля Бачурина Отмечу Он не называет Погибших Дятловцами Более того Как увидим далее Он четко разделяет Два упомянутых события Как две разные гибели В разных местах Однако Не буду забегать вперед В случае погибших На Атартене Для Бачурина Погибшие Это просто туристы Но Из-за путаницы Он накладывает На них Знания О таки дятловцах Бачурин пишет Для расследования Причин гибели Туристов В скобках Группа состояла Из опытных И тренированных Туристов Уральского Политехнического Института Имевших Первые разряды По туризму Первые Вторые разряды По лыжам Скобки закрываются К месту событий Были заброшены Специалисты Следователи Медэксперты Эксперты Криминалисты Представители Местных органов Власти Наземное Обеспечение Их работы Осуществлялось Силами Войск МВД И нашей Экспедиции И далее Идет Уникальное Свидетельство На месте Событий Мне быть Не пришлось Так как Я исполнял Обязанности Повара И истопника На промежуточной Базе Через Которые По специально Пробитому Вездеходами Зимнику Проходило Снабжение Рабочей Группы И потом Обратная Транспортировка Батюшки Светы Промежуточная База Пробитый Вездеходами Зимник Эти сведения В Детловедении Возникают Впервые У меня Есть Серия Вторая Палатка Где Кроме Сведений О второй Палатке Я говорю Ссылаясь Например На свидетельство Вертолетчика Потяженко Об Одновременном Существовании Двух Поисковых Лагерей Один Был Около Атартена Другой В окрестностях Высоты 1079 Этот Последний Менял С течением Времени Своё положение Своё положение В тех же Окрестностях Оба Лагеря Имели Сообщение С большой Землёй Посредством Вертолётов Которые Привозили И увозили Людей Живых И мёртвых А также Грузы Бачурин Все Знали О результатах Экспертизы Палатки Разрезаны Ножами Изнутри Следы Паники Но Ни борьбы Или драки Ни один Из погибших Не воспользовался Лыжами Хотя Утоптанные Площадки Около Палаток Окружил Почти Двухметровый Рыхлый Снег И Они Не могли Об этом Не помнить Обратите Внимание Что речь Идёт О палатках А не Палатке А также О неких Утоптанных Площадках Около них И окружающем Двухметровом Рыхлом Снеге Обстановка Отличающаяся От места Обнаружения Палатки Дятловцев От которой До зоны Снега По схеме Масленникова Было 450 метров Далее Эмиль Бачурин Пишет Погибшие Бежали Вернее Брели И ползли По глубокому Снегу Вниз По склону От палаток Веером В одиночку Только двое Юноша И девушка Брели вместе Помогая Друг другу И ушли Дальше всех Более Километра От палаток Тела Остальных А их Было Более Десяти Человек Точную цифру Я не помню Находились На удалении 400-800 метров От палаток В отличие от Дятловцев Чьи тела Были найдены На одной Линии От кедра К фонарику Оставленному На нижней Третьей Каменной Граде Причем Тела Лежали В направлении Возвращения К палатке Тут Тела Погибших Обнаружены Расходящимися Веерообразно То есть В разные Стороны И не К палатке А от Палаток И палаток Во множественном Числе Юноша И девушка Брели вместе Помогая Друг другу Ушли дальше Всех Пишет Бачурин Среди Дятловцев Не была Найдена Никакая Условно говоря Мертвая Пара Из парня И девушки Зато Военный Поисковик Химза Сюникаев Утверждавший В интервью Навигу Что был В феврале В поисковом Лагере Под Атартеном В истоке Реки Лозьвы На вопрос Навига Нашли ли Трупы Во время Смены Сюникаева Отвечал Нет При нас Не нашли До нас Нашли Говорили Что Дятлова Нашли С женой Навиг возражает Дятлов Не был женат Сюникаев Не знаю Нам так сказали Дятлов Такой здоровый Рыжеватый парень Здоровый А на нем Говорят Она лежала Прямо У нее Переломаны Ноги И руки Были Парень Тащил К палатке Не дошел Метров Двести Парень Тащил К палатке Юноша И девушка Брели Вместе Бачурин Также сообщает Что Мертвых Было Более Десяти Дочитаю Остаток Этой его части Письма Причины Гибели У всех Одинаковые Нервный шок И обмораживание Следов Травм Насильственной Смерти Обнаружено Не было У палаток Был запас Дров В палаток Верхняя Экипировка Всех Членов Группы Они Бежали В том В чем Выскочили Из спальных Мешков Внушительный Запас Продовольствия Посторонних Следов Людей И крупных Животных У палаток Не обнаружено Судя По всему Бачурин Бывший Поваром И Истопником На промежуточной Поисковой Базе Не Был Равно Как Его Окружение Откуда Он Черпал Сведения Так Бачурин Не был Осведомлен О Личностях Погибших Для него И других Людей На промежуточной Базе Это были Некие Туристы Там Не звучали Слова Группа Дятлова Сколько Тел Туристов Нашли Больше Десяти Некоего Парня С девушкой Нашли Вместе Сколько Палаток Нашли Две Палатки Где На Атартене Вот Что Знал Бачурин Работая На промежуточной Базе Он Даже В письме 85-го Года Не сопоставил С дятловцами Своё Косвенное Участие В поисковых Работах Для него Гибель Дятловцев Справедливо Отдельный Случай Ибо Так Оно И есть Именно Как Об Отдельном Случае Бачурин Пишет Дали О Дятловцах Путая Год Когда Это Происходило В начале 60-х Годов И снова Зимой При загадочных Обстоятельствах В тех краях Произошла Еще одна Трагедия Погибла Группа Пермских И Свердловских Туристов Из 9 человек Под руководством Дятлова Место Гибели Восточный Склон Перевала С главного Уральского Хребта Верховья Реки Уния Ныне Перевал Дятлова Расположено Всего 40-45 Километрах К Югу Юго-Западу От горы Атартен Подробности И точной Даты Их гибели Я не знаю Но По словам Спасателей Загадка Гибели В том Что они Бросили Палатки Рюкзаки Продовольствия И расходились От места Лагеря Налегке В разные Стороны Одни Вниз В долину В лес Другие Вверх К перевалу На открытое Место Разделяться Они По условиям Похода Не имели Права Телесных Повреждений Никто Не имел Все Замерзли И опять Вспомните Атартен На незначительном Удалении От лагеря И эти Ребята Не были Новичками В зимнем Туризме И снова Никаких Посторонних Следов Правда Этих Туристов Нашли После Снегопадов И примерно Через Три Недели После Наступления Смерти Снова Напомню Это Бачурин Пишет В 1985 Году Когда С экрана В телевидении Не льются Тонны Развесистой Клюквы О Перевале Дятлова О нем Знаю Только В узком Кругу А Произошедшем Там В 59 Году Бачурин Знается Слов Других Кратко И Относит Трагедию Дятловцев К Началу 60-х Это Я думаю И не Дало Ему Повода Сопоставить Свою Работу Поваром На Промежуточной Базе Событиями И На Высоте 1079 1079 А Не Только На Атартене Что Ж Из Письма Бачурина Мы Узнали Многие Вещи Которые Уже Известны Зрителям Моего Документального Цикла Ибо Представлены И в Других Свидетельствах Это Сведения О Второй Группе Об Ее Двух Палатках На Атартене А не На Высоте 1079 О Количестве Более Десяти Погибших Об Об Обстоятельствах Обнаружения Некоторых Из Них Новые Важные Сведения О Промежуточной Базе Для Снабжения Лагеря Поисковиков Лагеря На Атартене А не Лагеря Масленникова Артюкова В окрестностях Высоты 1079 Желающие Могут Скачать Письмо Бачурина Целиком Вот По Этой Ссылке